Святое имя, ибо ты достоин всяческого восхваления. Будь милостив, Господи, восставь и возвысь невесту твою, православную церковь, и сохрани ее от поругания. И дай духовное рождение свыше, патриарха, епископам, священникам и пасте. И дай водительство духом твоим святым, ибо кто духа святого не имеет, тот и не его, говорит нам апостол Павел. Всем нам належит предстать присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя к теле, доброе или худое. Аллилуйя! 114-й псалом. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объявили меня болезни смертные, муки адские, постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милости в Господе праведен, и милосердь Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить перед лесом Господним на земле живых. Аллилуйя! Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, наш Господь. У вас вопросы есть какие? С миром! С миром! Геннадий Тихонович! О! Да, я знаком с вами уже по вашим видеороликам в Ютубе. Да вы что? Да. Да, вот именно он. Смотрю ваш канал уже на протяжении полугода. Богатые ресурсы, да. Очень много познал для себя. Очень интересный, очень познавательный канал. Мы строим деревню с нуля православную. Это тоже? Да, я знаю. Она одна такая в России. На таких старинных благочестивых обычаях. А уже 21 тысячи деревень исчезли полностью. Вот так. Вот такая яма эта, рулетка. Я не знал. А тут Сергей парализованный перед смертью. Два ролика поставил. И я тогда решил помолиться. Господи, дай мне талант Сергея. Он ему уже не нужен. Он по мытарствам идет. Ну и вот тут мы целый месяц уже находимся. И ролики Сергея я тоже смотрел. Погружение номер один и погружение номер два. Да. Да. Сергей Козловов. Да. Именно так. Мы уже сейчас приготовили. Вот у меня здесь, пока я нахожусь месяц, примерно 110 роликов приготовили. Потому что я пойду в деревню. Там связь плохая. Мне должны они быть уже закачены. Администрация работает. А я тогда только замки буду снимать. По одному в день. Да, я видел то, что вы заходите на этот сайт. И зашел сюда, чтобы как бы увидеться с вами, поговорить. Ну так вот вы сейчас, я еще минут 15 побуду здесь. И заходите на наш YouTube, и мы встретимся. Или в Skype, скажите. В Skype. В Skype просто забить имя и фамилия, правильно? Да, больше ничего не надо. Я один с этой фамилией. С этим именем один. Но звонить вам можно, чтобы аватар был. Да, именно так. И только скажите, что мы встречались вот здесь. Потому что многие лезут. Не успеешь открыть, а они там забрасывают тебя. Я сразу их блокирую. А когда написано, тогда уже открываешь, смотришь. Ну, и все равно бывает пропустишь. Вот у меня на телефон столько пакостей. Только за последние где-то полгода я заблокировал 7500 человек. Вот сейчас там один синицкий придумал какой-то ролик про него. Поставили масон. Специально масонская организация меня заказали им. И они сейчас вокруг меня трепещут. Четыре ролика уже выставили. Они никакого отношения ко мне не имеют. Ролики стоят. И стоят не один год. Ну, если взять так 8 лет. Ну, хоть кто-то бы нашелся. А это специально назначенный человек. Он 10 лет не работает. Только хватает кого-то. Ну, вот натолкнулся на меня. И дальше он уже и выйти не может. Теперь все. Он зациклился. Ему говорят уже хватит. Одному человеку четыре ролика посвятил. А там целая команда работает. Из разного изделия выхватывает. У меня хорошие отношения были с прокурором края. Генерал-лейтенант. Так они это сейчас последний ролик. Именно его нападают. А я где нахожусь. Это я когда освободился. За слово Божие сидел. Ну, и судился долго. 11 лет. И высудил это. И мне вот это 13 сотых. И два домика отдали. Так он за это нападает. Как будто он какое-то отношение живет. Житомир где-то на Украине. Вообще с ума сошли. Какое отношение к нему имею? Это все решение суда, принятые. Домовые книги. Отнять вроде надо. Ну, сектанты, еретики. Безбожники. Да, я вот в Ютубе тоже сижу. Смотрю всякие видеоролики. Тут сколько раз натыкался на то, что вас выставляют лжестарцем. Я зашел посмотреть. Ну, такую ересь несут. Такую ахинею вообще. Несвязанную. Это от сатаны все. И знаете, еще нужно сказать. Раз мы верующие, Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. И радуйтесь, и веселитесь, когда будут имя ваше поносить, как неугодно Сыну Божию. Я вот прослушал последний ролик. Он больше часа там есть. Я не мог, чтобы не улыбаться. И думаю, вот теперь, в этот момент, когда он мной занимается, он другим не может зло делать. Он на мне задействован. А я вообще никакого отношения не имею к тому, что он говорит. Дом законный. Дети не так в лагере. Детей мне дали. И 45-летний начальник детского лагеря. Ни одного поврежденного, ни одного отравленного, ни одного больного. Тысячи детей. И ни копейки государство не дал. Это что-то стоит? А родители из года в год одни и те же посылают. Вот другие 9 лет, четверо ребятишек. И все бесплатно. Ты попробуй, возьми 5 ребятишек на неделю, чужих. Еще у тебя бы будет. А это в любом государстве. Я рядом с президентом сидел за это. И главный лозунг у нас, Россия должна встать. Дети. А тут комиссия за комиссией. Ничего они не понимают. Мы там перевели в иной формат. Два года уже в домах. Я смотрел вашего из лагеря, как вы там обедали на холме. У вас там кухня была. А Владимир Александрович где? А нет его. Он сейчас два дня на обследование пошел. Что-то у него с желудком там в больнице. Просто обычно по видеороликам вы вместе сидите? Да, всегда. Пока все звонит оттуда. Взял с собой планшет этот и оттуда выходит. У нас занятия здесь идут, вы знаете, по скайпу. Да, да. Я могу вам потом все это скинуть. Когда, во сколько, как заходить. Там один час идут по программе, а полчаса вопросы и ответы. А вот можно еще один вопрос такой? Давайте. Вот у вас же был такой Никита Колесников? Да, был. Вот интересно, вот вы с ним общаетесь сейчас? Он приходит на занятия. Иногда так вот нужно считать что-то. Я говорю, а людей-то там сколько, 24 человека. Больше-то не берет система, не может пропустить. Я прошу Никиту, пускай посчитают. Он хорошо считает. Он заходит, все нормально. Ну, где я работал, он там где-то меняет работу. Велосипед показан, он поставил на цепочку. А там наружу наблюдения, и там видно, как ночью снимают, и увели у него велосипед. Да, это видеоролик еще у вас был об этом. Да, это он, его ролик, его. А потом он попросил, я у него взял, а ему стало, наверное, неудобно, он попросил убрать его. Да, просто вот интересно, вот сколько вы в него вложили, интересно, плоды есть вообще? Обязательно. Это никак мимо не пройдет. Никак. Потому что столько занятий было, столько молитв, бесед. Нет. У нас же есть, которые люди были, где-то ушли, а они все равно остаются сердцем здесь. Вот у нас уехали многие. Один женился, тот Виктор, во Франции. Они все православные. Сестра вышла замуж там в Америке, другой в Германии, в Греции. Они все православные. Вот на днях ко мне тут пришел этот Джастас, Уолкер. Уолкер, да, фермер. Ну, да, фермер. Это пока еще ничего нету. Пока строится, думает. И вот, что значит Америка? Что она нам в лице его дает? Затверделый, абсолютно неколебимый сектант. Еретик, притом. Притом еретик с самыми худшими качествами. И он не видит. Вот это он говорит и ха-ха-ха-ха. Это сатана. Он не хочет. Зажми рот меня. Он рот разевает и да ха-ха-ха-ха. Горе о смеющемся ныне Господь говорит. Горе. Плачьте и рыдайте. О бедствиях, находящих на вас. Блаженные плащащие. Это мои разве слова? С чего ты взял? А он не может. Ходил харизматом. И, видимо, он такой и есть остался. И в это время бест вошел. Зато он говорит, ты рот разеваешь, хохочешь. Не думаешь, что сатана вскочит в тебя? Ну, я все сказал ему здесь. Подарил книги. Вот. Так что, если даже будет читать, он читать-то не может. Может, жена ему почитает. Но книги, вот, допустим, трехтомник у меня выпустили мы. Нового Завета. Это впервые за мировую историю вышло, что весь Новый Завет с полным толкованием, с откровением. Его нигде не было. Плюс 240 иллюстраций во весь лист. 297 моих комментариев. Это вообще материал. Три тома, 752 страницы. Мы столько времени отдали. Очень богатый. И форум у вас очень богатый. Столько всего полезного. Ну, вот, поехали из Барнаула. Мы проехали до Владивостока. Отсюда снова забросили контейнера с литературой. И я проехал до Лиссабона. И подарил 650 городов полные комплекты. Библиотекам. Библиотекам. А эти-то, которые нападают. Он бы сказал, а я сделал то-то. Он ничего не может показать. А Яков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Что вы боитесь показать-то? А вот Христос сказал тайно. Тайно, где я делаю, ни один человек не знает. Как тайно, когда я в библиотеке стою и говорю? Какая тайна-то? Я на стадионах говорю, там столько людей. Какая тут тайна-то? Мы все и снимаем. Вот он подыскивается. А вот представь, где мы ночевали? Как ехать надо было? Мы трое, два благовестника, шофер и собака. Это ночевали в лесополосах где-нибудь, чтобы утром только что и сразу в библиотеку. В день должны были пять библиотек посетить. Пять. В среднем проходили мы тысячу и тридцать километров в день. Вообрази себе, когда на Востоке шли. Отбой в десять, подъем в два. Ты выдержи этот напор. Мы приехали оттуда. А тут сестры уже знают нас. Все это заснято. Схватили меня, приветствуют, целуют. Ой-ой, мощи живые. Вот тебе мощи поклоняйся. Мощи-то. Нам некогда толстеть. Мы для Господа должны жить. Надо жить. Я помню, в видеоролике поездки вы рассказывали о том, какую воду вы пили. Да, да. Главное, неощущенная. Никто не заболел. Никто не заболел. Ни собака, ни мы. Это 120 тысяч километров прошли. Это три раза, ровно три раза по экватору вокруг земного шара. А где готовить надо? Где один раз? Заехали в лесополос, а уже стемнялось. Ну и маленько там есть так, глядим, как ров, углубление-то. Ну, нам, чтобы не видели нас-то. Ну, мы сделали, палатками завесили, огонь-то не видать. А дорога рядом, прямо через лесополосу-то. Ну и огонь потушили, потом легли спать, а собака-то охраняет, привязанная. А утром встали, смотрим. А около нас, мы вечером-то не видели надпись. Здесь идет газопровод, аккуратнее с огнем не подходите. А мы прямо в этой траншеи разожгли на этой трубе. Но оно заросло, его не видно было. Такие чудеса дорогой были. А то вообще, вот один раз едем, не можем никак с раз и съехать. На ночь встать. Высоко, и наконец съехали, и тут лесок, и завернули. Но давайте скорее быстро сварим. У нас с тобой картошка, морковка, лук, все есть, вода. Мы все вымерили, лишнего, чтобы не было. А не видно гидрофта. А моя задача выкопать. У нас официальная решетка, ну и вот такой ширины, допустим. Ну и длины там сантиметров семьдесят решетка с такими прожилиными. На них кладешь, там внутри, а жар-то никуда не идет. Он прямо на нее. Совсем немного, но нисколько сучков-то нету. Я только выкопал, что-то наклонился. Маленькая поленница лежит под руками в ночи. Такого размера деревяшки, подсохшие. Если бы днем, я бы, может быть, и не увидал. А ночью я нащупал, трава-то уже выросла. Кто это сделал? А другой раз мы ехали в обратном направлении. Тоже очень трудно скусбаться. Наконец, там вдалеке, видно там в темноте лесок. И мы сошли туда. Мы проехали подальше, чтобы не видно было. Опять мне надо копать. Я беру лопату, копаю. Гляжу, это там, где мы когда сюда ехали были, я прям лопату воткнул в эту печку, которую я делал. Но это нельзя придумать. Это мы видим в этом милость Божия. Мы делали все для Бога бесплатно. И Господь нас вернул всех живыми. Большая поломка в Швеции была. И нас тащили, затащили тут на корабль. В паромках протащили. Потом в Литву, к Лайпеду. И утащили в Калининград. Тут забеспокоились люди. Бросайте машину, сейчас деньги высылаем. Покупайте иномарку, езжайте дальше. Еще себе я говорю. Наша машина-то, она Газель, Лебедушка. Видели, какая она белая? В Австрии там было интересно. Мы около парламента остановились что-то. А там журналисты или кто-то. Они на колени перед ней фотографируют. Россия, Путин, Газель. Попали в какое слово-то? Ну, прямо, да. Такие случаи интересные были. Да, вот в Австрии вы еще были спустя 50 лет или 45. Видеоролик еще записан. Около дома вы стоите еще. Как это место называется? Уэльсенс или... Где? Наверное, в Венспилсе. Вот, вот. Это я там обратился к Богу. Впервые Евангелие дали в руки. Латвия, Венспилс. Латвия. Да. А на том месте дома того нету. Ну, я там стоял, благодарил Бога, молился. И кто слушает, все молятся и плачут со мной вместе. А эти-то, которые напоминают враги-то, они за 40 в своей жизни такой ролик не составят. Потому что не было этого. У них не было этого переживания, живого уверования. А в это время я работал на корабле. Сила такая. Учусь. И вдруг меня Господь останавливает. Они что покажут? А тут любому понятно, что-то я не афиширую что-то. Я никого не помнил. Я просто плакал, молился. И поэтому... Да, я помню историю, как вы рассказывали о том, как вы обратились. Когда старушка вам встретилась, а вы у нее спросили, где тут храм. Да, да. Она вам показала на... Как это? Баптистский молитвенный дом. Баптистский, да. Молитвенный дом. А вот почему... Очень много ваших видеороликов посмотрел. У нас на нашем Ютубе 14 тысяч 150 роликов. Я даже половину еще не посмотрел. Да нет. Очень много. Если по одному ролику смотреть, то ровно на 13 лет надо. Потому что у нас богатство большое. Еще те годы советской власти у меня насчитаны полностью 12 томов златоуста, 12 жития. Теперь на файлы разбили. Библия, добротолюбие, там Григорий... 50 книг. И поэтому у меня старого материала много и сейчас много. Я вот сегодня уже третий ролик делаю. Сегодня зашел на меня, вопросы задавал хороший человек. Он давно знакомый. Он в Красноярске преподает в университете государственной, в академии государственной. И ведет занятие при Метрополии. Соболев Юрий. Очень сильный вопрос. Вопрос задал о судьбе. О судьбе человека и народов. И я завтра утром его выставлю. Я могу его выставить уже закачанный. Все, я сам закачал его. У меня с телефона идет. Но не кабельное. Так что очень медленно. И вы зайдите. Если завтра, вы увидите. Как раз так и написано о судьбе. Относительно Библии, истории. Такой ролик серьезный был. Очень серьезный. Потому что понятие у людей, понятие о судьбе, слово судьба совершенно неверное. Что говорят святые отцы православной церкви вселенской. Вот. Вот еще смотрел ваши два фильма. Называется один «Предчувствие», а другой «Златоуст из Потеряевки». Да. Смотрел, да. Вот в фильме, который называется «Предчувствие», вот сколько вам там лет? Сколько лет? Ну, давайте сейчас 27 назад откинем. Это, получается, мне 77. Ну, 56 где-то так было. 57. А вот 10 июня нынче вот будет, мне будет 80 уже. Конечно, мы-то моложе были. А мне кажется, я нисколько, внешне только отлеет. А внутри я где-то застрял на 30-летней. Все время с молодежью. Но одновременно я в пяти университетах вел занятия, только в одном 18 лет. С детьми 45 лет. Это, понимаете, это человек вживается в это. Мне некогда думать. У меня три голубятни. Я каждый день здесь голубятни, в деревне две. Лазишь в велосипед. Новые люди приходят. Встречаешь, провожаешь. Я о старости совершенно не думаю и не представляю даже. Я где-то, наверное, так в дороге и помру. Я видел видеоролик еще летом был с Виталием Калинниковым. Когда вы мордушки ставили, бегаете, как мальчишка. Прям я удивился. Туда-сюда, все быстренько надо. Да, надо быстро. Интересно. Какие-то, я не знаю, английские или какие-то ученые определили здоровье, определяют по походке. Да, вы говорили. Чем быстрее ходишь, тем... Да, да, нахер. Ну, видишь, как если у человека есть такая великая цель, ты уже о цели не думаешь. Ты занаряженный, тебе как будто кто-то все время подталкивает. Вот меня очень часто спрашивают. Ну, вот вы на эту тему там начали говорить. У меня тысячи проповедей в храмах разных. Там в Лиссабоне, в Америке я буду говорить, где я проповедовал. Но надо все время делать поправку, что я ни дня не учился в семинарии. У меня нет гуманитарного образования. Это мое преимущество. Меня никто не корежил. Я 45 лет... Теперь не 45, а 56 лет у ног Христа просидел. Эти, которые нападают-то, он зацикленный, ему преподавали. А так, не так, у них затости. Что он может преподавать? Бритый там в галстуке, масон, может быть. Он... Это система. Слово нельзя сказать. А мне разницы нет. Это патриарх, это папа. Я говорю, они начинают обижаться. Я люблю его. Я ему и должен сказать, что он не прав. Вот сейчас Владимир Головин отдолбит. А он в этом вопросе-то близок был мне. Летом этим собирался приехать. Но на следующий год отложили. Сейчас сняли с него сан. Абсолютно беззаконно. Еще можно? Вот один вопрос такой. Можно ли ходить в храм, в котором идет торговля? Ходить можно, но в торговле не участвовать. Ходить... Ничего, не покупать? Не покупать ничего. Ну, Христос же был в этом храме, где торговали-то. Он же не на улице стоял, кричал. Он зашел туда. Отойди вперед, где-то в уголок. Но надо сказать. Надо платить десятину обязательно. Но где торговля идет, нельзя отдавать туда. Это у них другой доход. Вот всю жизнь надо... Вы знаете мою историю, как я на десятине-то попался? Я знаю то, что вы платите 9-10. Да, это Господь сделал так. И при том, я все время на 2-3 работах физических работал. Самые денежные. Я 40 лет печеньком был, а до этого прорабом был. А мне не давали работать. А я ничего от этого не потерял. Я с первого дня стал просить, Господи, как мне работать-то? Надо так, чтобы голова была свободна. И вдруг меня поставили на отбойный молоток, как шахтеры. Да, да, долби, трясет-то где-то. И один, никого рядом нету. Я так благодарен Богу. Господь мне такую работу всегда давал. У меня голова свободная. Однажды прислали мне открытку из Пензы. И там за столом сидят ребятишки и рассматривают ежика. А дальше, видно, корпуса дома стоят. И попросили, напишите стихотворение. У меня 3467 стихов по 9 куплетов. Это 4 тома по 800 страниц. До одной строчки занято. И у каждой эпиграф из Библии. Что я напишу про ежика? Хотя знаю ежика и все. И город реконструируется. Мы за городом работаем. Как бы новая часть города будет. Мы из Китим, Новосибирской области. И они едут на машине. А что с людьми не быть. Я пробил дорогу зимой и пошел. Прямой дорогой через лесок. Я один иду размышляю. И так же это было осенью. И у меня мысль внезапно возникла. Написать. А написать негде. А что написать? У меня с собой нету. И вот я уже лес прошел. Это чистое место. И вдруг смотрю. Бумага летит. А то вообще нельзя даже придумать. Ветер крутит ее. Вихрь идет где-то. Ну и упала бумага-то. Я взял бумажные мешки. Цементные. Может быть с нашей стройки принесли. Наружные. Внутри. Там запачканное. Оно где-то многослойное. И оттуда сразу вырвал. Изнутри-то который. Многослойным-то. И стихотворение. Написал как будто кто мне его диктовал. Без помарки. Оно у меня есть. Я его могу даже если при желании будет. Я вам пришлю потом. Если их попросите. Только надо зайти. Чтобы обязательно в скайпе у вас был свой номер. Видите как вот Бог делает. А ты думал об этом? Я не думал. И вот деньги нужны были. Вот только на одну поездку до Лиссабона. Португалия. Туда-сюда. Мы затратили 440 тысяч. А у меня пенсия. Сейчас. За 35 лет стажевать. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Так. Что-то ушли куда-то. Или я что-то задел тут. Ага. Нет. Я тут. Ну-ну. Ну вот такое дело. Это все чудеса Божии. И при том чудеса они как будто бы маленькие. Я рассказывал вот как первые. У меня стихи вышли. Первая книга. А их в бумажном варианте 38 книг. Выкупить денег нету. Я помолился. Ну где взять денег-то? Богатых никого нету. А одна сестра у нас тут упала. И упала так неаккуратно. Она в годах уже была. Сломала руку. И у ней началось рак. Ну она была у меня здесь комендантом. У меня тут усадьба большая. Которую я через суд выиграл после освобождения. Я говорю. Надежда Павловна. Вот как умрешь. И ты там поклонишься Христу. Матарство пройдешь 40 дней. И там найдешь Николу чудотворца. Ты к нему подойди и попроси. Чтобы он мне послал. Он золотишко бросал. Там есть в шитие его. Двух невест отец хотел отдать на блуд. Ну свою рулетку там такую вот. Чтобы платили за них. И подбрасывал ночью золотишко. Три дочери было. И три раза. Его поймали все-таки. Узнали кто бросает. Я говорю. Ты подойди и спроси. Ну а люди-то все знают. Я это все сказал. Все наши вообще не знают. Но вот она умерла. Причастилась. Она исповедовалась. Соборовалась. Ну. Даже не снимала. Не сомневаемся. Что такие люди спасенные. Она рожденная свыше была. И вот. Проходит уже сороковой день. Все спрашивают. Еще известно. Ничего нету. Ну значит нету. Сороковой день. Полдня. Стучится ко мне человек один. Высокого роста. Заходит. Вы деньги говорите. Нужны вам. Да. Я могу дать вам денег. Он предприниматель. Работает. Я узнал. Работает. Торговля идет. Большая. Но условие одно. Чтобы никто никогда не знал, что я к вам заходил. Потому что за меня везде людей преследует. Кто со мной знает. Он с акваяжа открывает и мне деньги отсчитал. Я книгу стихов выкупил. Как он мог знать. Да газета экспресс написала статью «Помощь с того света». Заголовок такой. Но на соответствии действительности. Ну вот эти нападают. Я говорю. Могут они что-то рассказать? Что они расскажут? Он вокруг моей колокольни бегает. Воет. Мощится. А дальше-то ничего и нету. Колокольня-то моя. Я только перекрещусь. Они пали. Их никого нету. Они не могут рассказать. Ничего себе. Поэтому они... Моя биография интересная для них. Ну и пускай они ищут. Что-то где-то когда-то застрянет. А я что буду искать? Я ходил бы к кому-то, заглядывал. Я утром... Вот сегодня. Встал я. Маленько попозже встал. Уже 28 минут второго было. Второго. Все. А обычно мы встаем в 4.40. Я уже едва-едва-едва. Мне надо еще приготовить. Сейчас накормить. И скотину свою. Я занятый. И занятый очень сильно. Ответить на письма. Люди нуждаются. Приходят новые души. Вот сейчас одна зашла. И верующая. Мы же тоже у меня как бы верующие. Но он такой, как не верующий. Если нет молитвы. Раз. Она к крещению. У меня материалы на все заготовлены. Я ее сразу накидал. Она попросила покаяния, об исповеди. Но у меня на это ушло немного. Там в течение 20 минут я ее полностью обеспечил. Всем. Она сейчас пишет. Спаси Христос. Теперь я буду держаться как. Но что к ним кто подойдет, когда ничего нет? Он злобится. Еще хуже делается. А я на первое место. Как я называю? Молись о врагах. Я первым делом начинаю молиться о врагах. Сто поклонов. Это один раз. И семь раз в день. Они никуда не выйдут. Я их зажал. Вот считай, они у меня связаны вот этим делом. Это щетки. И мне радостно. Что? А что? А они как? Ну, как я прошу, Господи, не помяни их безумие. Прости им. Они не знают, что худо творят. Прости. Все это временное. Я сытый. В сухом месте нахожусь. Все при мне. Еще бы я обижался-то на него-то. Ну, естественно, что он делает не то. Ему уже начинают говорить. Да вы что делаете-то? Пускай они, пускай. Мне это во благо. Во славу Божию. Вот я начну рассказывать, знал верующих, которые сидели. Как у вас было? А я знаю, как было. Я 18 лет сотрудничал с тюрьмой, когда вышел. Бесплатно. По камерам шел, раздавал. Один раз только сразу привез газеты. Все, 4,5 тонны. Тонны. На Пасху мы яйца тут собрали, покрасили. И я по камерам иду в сопровождение тамошнего одного офицера. И про всем. Они все зэки меня знали. Я много лет вел занятия один, только мне это Бог дал. 5 отделов милиции, городской и краевой отдел милиции. Это сотни. За мной приезжают машины, и я выступаю у них. Они, бывает, тему закажут даже. Все воинские части, 13 школ, все техникумы, заводы, фабрики, прокуратура, суды. И везде у меня на сон уходило всегда два с половиной часа. Они могут это показать? Не могут. Они неблагословленные, потому что. А мне небо открыто. Почему? За десятину. Господь говорит, испытайте меня. Не открою или небо для вас? А поэтому я могу ли обижаться на них? Даже то, что они делают, это слишком много для них. Если они не молятся, ничего нет. Еретики, мы в Святой Православной Церкви. Видели, как у нас тут литургия была, как митрополит приезжает, какой у нас порядок, как одеты, как дети, когда занятия идут. Ну, маленько глянь, это труд. Это большой труд. Это люди самостоятельно делают. А что будет, когда вас не будет? Да, может, еще лучше будет. Все думали, плакали. Ах, Стефана убили. Вот такой плащ был у них там. А никто не знал, что один из гонителей рядом стоит, будет апостол Павел. Очень интересно вас послушать. Ну, я не выдумываю ничего. Это жизнь. Вот я спрашиваю, как у вас было? Не закончил я. Я разговаривал с Глебом Якуниным, священник московский. Отсидел 7 лет. Отработал. Зоя Крахмальникова, это очень большой человек. Она просто столько написала, сделала. Она отбывалась здесь, в Усть-Коксе, где-то, в Горном Алтае. Димитрий Дудко, где-то около 6,5 лет отсидел. Я лично знакомый, интервью у них брал, записывал. И как было? Я когда рассказываю, как у меня было, этого никто не слыхал и не видал. А почему так у вас было? Я не знаю. Я знаю, что я избран. А, как за это слово. Господь сказал, много званых, мало избранных. Апостол пишет святым избранным. Называет святые избранные, не говорит, грешным коринфянам пишу. Еще писание-то не знаю. Как? У меня день был разбит. Примерно 4-5 частей. Псалтырь я просчитывал за 2 дня. 2 дня заново. Псалтырь 150 псалмов. Через каждую неделю, 7, я просчитывал Новый Завет. Подъем в 6. У меня в 4. Минута в минуту. У меня проверяли даже эти, ставят в глазок, смотрят. Вот смотри, вот лег. Вот сейчас только... А там же свет горит все время. Ни звонка, ничего нет. Меня ангел будил. Я просил об этом. Ровно минуту в минуту, как меня кто толкнет. Я встал, все лежат. Меня на горшке никто не видел ни разу. Когда они успокоятся, уснут, в это время меня Бог поднимает. Они встают, а я уже утреннее правило кончил. Узнали, что благовещение, рыбу можно. И так там, где-то на кухне, в тюрьме, и такое блюдо принесли, там рыба такая хорошая. Где они взяли? Кто-то купил. Один охранник шел, это уже после Пасхи было. Открыл, иди сюда, поговори со мной. Я стал с ним говорить. Он доставил большой кусок сыра и мне на эту, в кормушку. Это тебе, дед. Понимаешь, это Бог делает. Это нельзя. Я их не подкупал. Ну, у людей это трафаретная мысль. Ну, как я мог подкупить, чтобы в сопровождении, там называют этих охранников, тамошних работников, зэки разносят пищу, и мне отдельно, отдельно с дарами идут. Ты понимаешь, что только нет. Вот к ногу здесь пришли, этапом меня везут. Вот. Ну, и заходят, и все получают матрас. Там все грязное, перемоченное было когда-то, наверное, просто не такая. А мне не дают. Отойди в сторону. Ну, я стою, когда кончилось, а такой зэк, видно, что закоренелый, солидный. Так, отец, я тебя давно ждал. А как вы знаете, что я приеду? Не знаю. Сон был, что Бог приедет сюда к нам. У меня просто не две спрятанные, я их столько лет храню для вас. Это нельзя придумать. В другую камеру прихожу, та же самая история, когда повезли обратно, завезли. Один молодой парень подошел, а вы Бог. Нет, я о Боге говорю. А я сон видел. К вам в камеру Бог придет, сказано было. Я ему Евангелие дал, он до утра его переписывал. А у него статья такая слабенькая. Он, тогда был обмен по культурной линии. Он преподавал в Германии демократической. Учитель. Ну и там валютой занимался маленько. А тогда нельзя было делать обмен валютой. И его арестовали, и сюда привезли. И куда-то на поселение, что ли. А он сбежал. А теперь уже поймали, уже жестче дело-то. А там еще с ним был один цыган, он дочку свою зарезал. И вот, видимо, играли они там что-то там, карты или что. А этот теперь подходит к нему, а он пишет. Да ты же вчера со мной был, я слышал ему. Он ничего не говорит. Здоровый такой парень, крепкий, русоволосый. И до утра все сидел, переписывал. Я спрошу, у вас было так, у кого-то, кто сидели? Нет. Я говорю, так еще не все. В камере, допустим, 70 человек, там дымина какой. Три человека не курят. Восемь. А отбой будет в десять. Должны они вымыть руки. Я им дам Евангелие, Новый Завет. И они будут считать. А старший, который над ним, там вор в законе, он смотрит, чтобы никто ничего лишнего не... И они лежат. Тишина полнейшая. Открывается дверь, охранники с той стороны собираются, слушают. И каждый день я два часа проповедую. Это вообще сказать нельзя. Что тут мое? Как я охранников подкупил? Или, зака, вора в законе на свою сторону, да что-то плести-то. Нет, конечно. Это Бог. Я Божью руку видел везде. Везде. В каком бы городе ни были, в самом лагере. Вот там убивали столько людей. А бригадир говорит, вот вчера, видели, приезжал тут в Гражданском. Я говорю, видел. Он не гражданский, это военный майор или подполковник КГБ приехал из областного центра. Город Джамбула, город Джамбул. Приехал, сказал, этого человека не вздумайте трогать. Он знает, что тут делается. А почему? КГБ сделало метку какую-то. Это плохо, что меня вела такая по московской станции КГБ. Там меня лишний раз не допустить, со мной разговаривать нельзя. И в то же время вот такое отношение. У меня поэтому нет никаких претензий ни к кому, что я сидел. Я был в Америке, когда меня спрашивают. Но КГБ, то есть это страшная организация. Как они вам помешали? Я говорю, а кто сказал, что помешали? Они, наоборот, содействовали мне. Как? Да в тюрьму не попадешь. Мимо пройди, попробуй фотоаппарат вытащи. А меня специально Бог послал туда в эти трубы ГУЛАГа. Я там проповедовал. Следователь умер. Принял крещение, полное погружение. Следователь мой обратился. Начальник тюрьмы, полковник, умер по-христиански. Один из следователей КГБ стал священником. Это что-то говорит или нет? Это вообще никто не слыхал. Да вы много наговорите. Я назову вам фамилии, встретитесь тогда. Зачем? Лошадь дьявола. Чего бы ради я лгал-то вам? Они не верят. И был такой святой Григорий Низский, 2С. Это брат Василия Великого. Тот-то более известный. Он говорит, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Он о своей сестре писал, о Макрине, как она умерла и какие чудеса были перед смертью. Люди не верят в это. Не верят. И все. Ну и не верь. А мне интересно. Поэтому книга у меня, до слова Божия нету, 752 страницы, как автобиографичные. Все, что писали о нас, о деревне, только дай. Она ламинированная, такой вид у ней. Американцы мне написали, говорят, у нас такие книги даже не издают. Такой высокий уровень издательства. Вот книга у вас есть «К истинному православию». Она есть в электронном формате? Есть, конечно. А вы зайдите вот сюда, на сайт. Зайдите. Во свете Библии сайт. И когда на сайт зайдете, там сразу откроется во свете Библии православный библейский сайт. И прямо посередине написано «К истинному православию». Ткни. Пошли оглавление. Ткни в любое. Дальше весь текст открылся. Я 40 лет собирал книгу. Столько материалов. А обязательно прочитал. Там все есть. И о табакокурении, о брадобритии, о дисциплине, о возрождении, о крещении. Все. О искажениях в церкви. И так бодрствуйте. Это все документы. Я, как Андрей Кураев обо мне выступал, слышали, что он сказал-то? А вы зарядите Андрей Кураев, Игнатий Лапкин. И вам сразу выскочат. Он где-то выступал, я не знаю где. Ну и видно аудиторию там. И он говорит, а кто у нас самый знаменитый, самый великий миссионер в наше время? Ну кто не знает? Кто? Он говорит, Игнатий Лапкин. Это город Барнаул. Как? И вот Юрий-то Соболев, говорил о котором, беседовали-то, он как раз услышал это дело и вышел на меня. Выписал все книги. А теперь вот мы такие друзья. Сегодня мы записали эту тему о судьбе. Вот она будет завтра у меня стоять. Судьба человека и судьба страны. То есть я показываю в мировом масштабе, что значит судьба. Какие две вешки. С одной стороны евреи, а из конца цыгане. А мы посредине. 2896 наций. Какая судьба? Она написана. Она показана. И ничего нельзя изменить. Ну и еще что-то у вас есть? Да, зарядка садится на телефоне. Все. Очень рад был с вами пообщаться. Ну это необычно довольно. Но вот этот у нас с вами общаемся. Он у меня ролик потом будет стоять где-то. Я мог бы его... То есть вы записываете сейчас, да? Обязательно. Все записано и все будет выставлено. Я могу даже ночью загнать ее и завтра выставить. Отдельно. Из общего ряда. Это удобно будет. Да ничего. Они у меня хранятся здесь. Я один могу вытащить и поставить. Закачать. Вас как звать-то? Владислав. Владислав. Вот тут у нас епископа прислали Владислав. До того не расположены. С первого дня нам войну объявил. А он в этой метрополии где-то. Откуда-то с Украины. Чего он ослушался. И столько лжи исходит. Его нигде там вроде... А мы его сколько раз приглашали на престольный праздник. На День деревни. Он не едет. А местному митрополиту он сказал, что машины нету. Я тогда владыка. У него машины нет. Как нет машины? Я же ему вот только подарил, говорит. Вот и все. Выявляется, что неправда. Когда он на меня сильно насел, я один раз ответил. Так он там сразу... Это что так на меня-то? Да сиди, не вылазь. Я тоже этим могу ответить. Если ты дело общее рубишь, я должен ответить. Священники оттуда ездили, которые под его властью сейчас там. Ни одному не разрешают к нам ехать. Кто будет ездить, я рассчитаю с ним. Как зверь какой. Ну куда же это годится? Епископ. Я его не трогал, ни разу не беседовал. Ничего. Ну, это дьявол делает так. Так же нельзя. Ну, меня спрашивают иногда, вот на вас нападают, как вы? Я говорю, на один удар я отвечаю целой серией ударов, если кончается деловой репутацией. Я преподаю, в университете он бьет меня, я обязан заступиться. Детский лагерь берут, я отрежу это. Меня отдельно, где-то я стою здесь бить. Ты что хочешь делай, я молчу, меня не касается. Железобетонные, говорится, подковы. С Богом. Отошел. Все, Игнатий, спаси Христос, с Богом. Спаси Христос, с Богом. Вот все знает. Ну, Владислав. Господь же послал тебя. Господь встречу-то нам устроил. Отошел.